И люди, которые нас ждут, вы же видите, с которыми они очками на нас смотрятся, когда мы до них приезжаем. Укрпочта на сегодня на этой территории выполняет очень большую миссию. Анна Фисенко уже более двух лет вместе с коллегами развозит людям в Донецкой области посылки, продукты, пенсии и социальные выплаты. Передвижной бронированный автомобиль Укрпочты приезжают населенные пункты практически на линии фронта. Туда, где из-за сложной ситуации с безопасностью обычных отделений уже нет. Анна выдавала людям пенсию в Северодонецке за несколько дней до оккупации. Работала в Бахмуте, Северске, Часовяре. Важно в всех пунктах. Новоукраинка, Богоявленка, Максимовка, они до Угледару на Ближине. Далее будут у меня Успеневка, Дальня. Это тоже такие села, которые в поле находятся. И дальше, ну, знаете все, как на Долуне. Помимо угледарского направления, в маршрутной карте работников передвижного отделения Укрпочты также города и села недалеко от Покровска и Курахова. Некоторые из них, где Анна была еще совсем недавно, уже оккупированы. С последнего года это был Украинск, Сукурино. Мы Герник встыгли выплатить. Причем мы его выплатили. Хлопцы за все у нас встретили и говорят, вы смелее, чем мы. Понимаете? Это тоже такой показатель классный. В этом месяце мы там были еще встыгли. Курахівка, Зоряне. Ну, все такие населенные пункты, где важная ситуация. Сейчас Анна с коллегами приехала в село Сухие Ялы в 20 километрах от Курахова. Здесь более 70 домов, но многие опустили. Укрпошта привезла пенсии и выплаты 33 жителям Сухих Ялов. Правда, тратить эти деньги людям почти не на что. Местные жители выживают за счет гуманитарной помощи, того, что им удалось вырастить на огородах и продуктов, которые привозят в село Укрпочта. Ну, что в наших годах можно... На что можно надеяться? Не на что? Ну, гуманитарку дай. Вот так. Ну, гуманитарку дай. Спасибо. Это вообще, хай людям этим будет хорошо. В Сухих Ялах уже нет никакой инфраструктуры. Закрылись даже аптеки. Местные жители говорят, раньше ездили за лекарствами в Курахово, но теперь такие поездки стали очень опасны. Работники Укрпочты напоминают, что люди из прифронтовых зон могут заказать необходимые им лекарства дистанционно, а передвижное отделение привезет их практически домой. Интернета, конечно, тут сложно с интернетом. Есть горячая линия. Сейчас мы оставим вам информацию, куда можно вернуться. И в следующий раз, когда будут приезжать, вы сразу ничего не платите. Вы купили лекарства, и вам их привезут, и только когда вы посмотрите, что это те же лекарства, вы за них платите. Цены такие же, как в Дніпре, в Киеве. Кроме того, в авто Укрпочты теперь есть терминал. Совсем скоро с его помощью можно будет даже снимать наличные деньги. Мы принимаем на нем платежи, все виды платежи, пополняем рахунки, проводим пенсии, проводим товары, продаж товаров. Все, он делает все. Это пристрой в одном, в котором можно все сделать. В этот раз помогает передвижному отделению гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский. Он говорит, что приехал поддержать коллег. Национальный оператор связи, по словам Смелянского, сейчас выполняет две главные задачи. Это выплата пенсии и субсидий, социальных допомог, и это допомога с эвакуацией людей. Те, которые эвакуируются, они присылают через нас посылки на свои новые места проживания. Пробуем максимально все, чтобы максимально быстро доставлять лекарства, а те, которые замовляют люди. Тем не менее, как бы ни старались работники Укрпочты решить все проблемы людей в прифронтовой зоне, им не под силу. В сухих ялах нет угля и дров. Как пережить зиму местные жители не знают. Нам сказали, что допомогу какую-то должны дать, что 21 тысячу надо писать заяву в сельскую раду. Но и там, чи дадут, чи нет, тоже не знаем. Будем надеяться, что дадут. Звуки обстрелов слышны в сухих ялах все громче. Люди с болью вспоминают довоенное время. Было нормально, было хорошо. Все, работали, ничего такого не было. Работали, все, было хорошо. Магазин был вот этот, работал. Было хорошо. Страшно, конечно, но хочется жить, а некуда нам деваться. Визит Укрпочты в сухие ялы окончен. Впереди у передвижного отделения еще три населенных пункта. И в каждом ситуация такая же. Обстрелы, пустые улицы и люди, которые из-за действий России столкнулись лицом к лицу с войной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова